Или салатиков уже, о-о-о, трудно, трудно. Да, животы большие. Да. Я поел очень вкусно. Я тоже вкусно. Но мне подарочка не досталось. Ну. Ничего страшного. Лучше мой подарочек — это я. Кому не достался подарочек? Один, два, три, четыре. А кто участвовал и тому не достался? Хорошо. Кому достался номер 43? У кого-то была бумажка с номером 43. Светлана, добро пожаловать. Номер 43 был счастливый. Да, и он выиграл елку. Леша, неси елку. Эта елочка будет вам. Мы шутим. Против, своя музыка должна была быть. Вот. Но вон подарок лежит под елкой. А что с айфоном мы будем делать? Я понял. Алиса не хочет отдавать айфон. Хорошо. Как мы обещали, мне на самом деле интересно, кто эта щедрая душа, кто принес айфон. Никто не признается? Ладно, это была я, я признаюсь. Хорошо. Светлана, так получилось, что если у вас, можно мы проверим, что было все честно. 43. Сейчас мы покажем всем. Это 43. Правда, мы не подписали коробочку от айфона. Ничего страшного. Тас некас. И поэтому... Под бурные аплодисменты мы вручаем вам айфон. Айфон 6 плюс 64 гигабайта. Я хотела узнать, это шутка? Еще раз. Это шутка? Нет. Это мы узнаем только завтра. Или вы можете открыть его сейчас и заставить, что это правда. Я открою, я не могу поверить. Мы все откроем. Вы, может, присядете? Там айфон, как бы, главное не упасть. Кто молился за айфон, тот плохо молился. И что ж? Что же там такое? Мне прям интересно, ведь там же айфон. А вдруг там седьмой, а не шестой? А давай помочь открыть? Я просто, да? Давайте. Леша, ты не хочешь? Да нет, я здесь постою, мне удобно. Так, мы почти... Смотри, на елочке нарисовано 43, значит, это тот. Какая прелесть. А это айфон номер 11. Он его еще не вышел. Это мы можем забрать. Леша, унеси, пожалуйста. Спасибо. Оставлю для себя. Спасибо вам за то, что приняли участие. Какие манты такой айфон. Да. Елочку потеряли на ходу. Светлана, ваша елочка, вы ее потеряли. Ну, да. Не забывайте никому елочка. Светлана, ваша елочка. Светлана, не забываем елочку. И теперь долгожданно. Вы все так ждали этот айфон. Так все думали, кому же он попадется. А знаешь, что я тебе хочу сказать? Рождество — это не о подарках для нас. Что такое Рождество, Леша? Для меня Рождество — это подарок для меня. Ну, ты эгоист, Леха. Ничего страшного. Есть в этом зале одна очень особенная церковь, район. Это церковь нового поколения Кенгаракс. Вы можете их слышать. Это они. Кенгаракс здесь, здесь все. Кенгаракс здесь. Здесь все. Хорошо. Особое поздравление от церкви нового поколения Кенгаракс. Вы сейчас увидите на ваших экранах. Просим под бурные аплодисменты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просим под бурные аплодисменты. Реформация. Я не могу ответить. Почему? Я даже не знаю. Ну, вот ты грешла когда-нибудь? конечно и грешишь сейчас уже нет почему у меня вдохновили как это и твоя грешная жизнь после этого кардинально изменилась и уже нет дороги назад но вот это и есть реформация ты можешь обратиться с другим грешником быть может они увидеть тебя и поверить тебе попробуй открыв глаза выйду из дома и обойду старых знакомых великое мне дано поручение вот кредо моё жить ради спасения кто-то сидит штаны протирает годы идут и жизнь пролетает нужны шаги веры и перемены но все остальное второстепенно разрешаться все проблемы если делать божье дело отвергни себя свою зону комфорта следуй за тем кто тебя создал он поведет туда где ты не был это все что нужно всем ведь он поручил идти на красвет иначе весь мир никак не спасти реформация идет днем и ночью напролет мы народы все спасем смысл жизни только в нем реформация идёт днем и ночью напролет мы народы все спасем смысл жизни только в нем реформация идёт днем и ночью напролет мы народы все спасем смысл жизни только в нем образ жизни дождь евангелизация если грешник ты мы доберемся до тебя ты горякс восстал против всякого греха этот весь район мы завоюем для креста сегодня мы отправимся в детский дом чтобы устроить им детям прикол а после мы загоним на притом и оттуда кого-то спасем нам решает дано идти или нет но никто не ставит под кроватью свет пусть видят все вокруг безо всякой напруги твой сияющий свет снова в боя это значит что мы идем опять не сидеть а профессионально людей спасать не зацикливает нас то что делали вчера только полный ход вперед и нет пути назад мы устраиваем движ кайфуем от него такая в церкви наша жизнь и это наше все огонь горит он всем вокруг сердца зажжет и пусть увидят все как реформация идёт реформация идёт днём и ночью напролёт мы народы все спасем смысл жизни только в нём реформация идёт днём и ночью напролёт мы народы все спасем смысл жизни только в нём реформация идёт днём и ночью напролёт мы народы все спасём смысл жизни только в нём Только в нем, только в нем Смысл жизни, только в нем Только в нем, только в нем Смысл жизни, только в нем Реформация идёт! День и ночь. Да, ночь и напролёт. Это было... Мне понравилась строчка «Если ты грешник, то до тебя мы доберёмся». Да, что-то такое было. Я думаю, эта песня сейчас застрянет у многих в голове надолго. Да, особенно вот эта реформация идёт, день и ночь напролёт. Хорошо. Это было самое оригинальное поздравление, мне кажется. Да, я думаю, мы можем ещё раз дать большие аплодисменты. Это превращается в некую традицию от церкви Кенгаракс. Такие видео всегда смешные, интересно. Хорошо. Всегда с изюминкой. Всегда с изюминкой. Есть особое поздравление. Поздравление. Я хочу пригласить на эту сцену... Не на стену, Лёш, пожалуйста. На стену залазить не надо, потому что, если что, Кенгаракс у нас есть. Вот, на эту сцену я хочу пригласить сюда Ксению Поле и Себастьян Гела с особым поздравлением от воскресной школы. Большие аплодисменты. Можно больше аплодисментов? Больше, 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 больше. Добрый вечер. Себастьян, проходи. Это я, Ксения и Себастьян. И поздравляю всех с Рождеством. И я хотела спросить кое-что у Себастьяна при всех. Себастьян, что Бог любит? Когда мы Его прославляем, молимся и когда мы радуемся. Да, когда мы радуемся. Особенно мы вчера, я у ребят решила спросить на воскреске. Ребята, что вы, как думаете, что Бог любит? И они начали говорить, Бог любит любовь. Бог любит, когда мы радуемся, когда мы танцуем и когда мы поем. И, Себастьян, какой Бог, как ты думаешь? Он добрый. Еще какой? Очень хороший и трудолюбивый. И трудолюбивый. Я думаю, что это правда. И знаете, что мы хотели пожелать от лица всей воскресной школы, от преподавателей, от детей, чтобы вы всегда знали, что Бог на самом деле добрый, что Он в хорошем настроении, что Он радуется, что Он вами доволен, и что Он правда любит, когда мы радуемся и наши желания исполняются. Поэтому с Рождеством мы поздравляем вас. Всего хорошего на наступающем новом году. Спасибо большое, Ксения и Себастьян. Большое спасибо. Это так прекрасно, когда маленькие дети говорят, насколько наш Бог, Он прекрасный. Правда, Леш? Это прям... Я хотел сказать одно слово. Обалденное. Но я не знаю. Я думаю, это хорошее слово. Это, наверное, да. Я надеюсь, что это хорошее слово со сцены. У нас поздравления не закончились. Еще есть, еще есть одно важное и интересное поздравление от церкви Плявнияки. Да, они очень просили их сейчас пригласить, и они хотели бы также поздравить церковь. Большие аплодисменты. Ваши аплодисменты. Больше, больше, больше. Я понимаю, что вы все покушали, все уже расслабились, но давайте все-таки поддерживать. Дорогий пастор Алексей, пастор Ольга. Я по этому случаю ходил сначала с шарфиком, потом снял его. Ну, так как мы напросились на выйти, я опять его одел. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, мы сердечно поздравляем вас с Рождеством Христовым. И сейчас после такого угощения приятно видеть ваши горящие глаза. Радость на лицах. И как раз наше поздравление, оно как бы так в этот поток. Пусть наши сердца, они всегда радуются во Христе Иисусе. Пусть улыбка с наших глаз, она не уходит. Пусть то, что мы имеем во Христе Иисусе, мы дорожим, ценим и несем по жизни. Это наше спасение, это явление Иисуса Христа для нас. И у меня было на сердце сегодня, я думаю, что это я подтвержу, что благодаря Рождеству Христову, кто был осужден, тому пришла реабилитация. Кто что-то потерял, тому пришло воздаяние. И не воздаяние, а, по крайней мере, компенсация. Аминь. Я это на себе знаю, поэтому я думаю, что могут засвидетельствовать об этом и те, кто это получил сейчас. И, дорогий пастор Ольга, Алексей, мы желаем, чтобы то откровение, то те пророчества, которые Бог говорил в ваше сердце, чтобы вы шли этим курсом, не останавливаясь. И в нашем лице, в племениках, мы, как Ор и Арон, поддержим ваши руки, ваши молитвы. И пусть Бог обильно благословит. Церковь-плявники. Здоровья вам, счастья вам, мира вам, благословения вам, утешения, ну, и всего-всего, процветания, изобилия, и вдохновения, и творчества. Ну, и чтобы подарок был ощутимый, пожалуйста, примите, пожалуйста, от нас поздравление. Ваши аплодисменты. Ну, а пока следующие готовятся поздравлять. Мы, наверное, немножко разогреемся с вами, а то все присели, пошли в фуршет, надо как бы размяться. Покушали, вот присели, вот так вот хочется сидеть до самого конца. Пускай весь мир подождет, а я посижу. Но так не будет, к сожалению. Поэтому у нас есть, если вы помните, этот вечер у нас всегда должен быть с красным элементом. Вот мы достали красную шапочку, она была Сибина, мы об этом умолчим. Вот. Нам нужно сыграть в один конкурс. Называется... А подожди, давай это будет интрига, и мы просто позовем в начале людей. Так будет интересно. Хорошо. Нам нужны самые талантливые шесть человек. Я думаю, если каждый человек от каждой церкви хотя бы, это будет уже хорошо. Нам нужен... Давайте начнем по порядку. Давай, да. Базовая церковь. Во главе. Кто пойдет от базовой церкви? Один представитель. Кто представит? Кто возьмет на себя такую честь? Пастор сидит и ждет, пока его позовут. Нет. Я думаю, на сегодня с пастора хватит. Нам нужен всего... Нам нужен всего один человек. Так, Леш, я смотрю, как ты неактивна. Давай мы будем сами выбирать. Давай. Так же будет быстрее. Хорошо, давай тогда ты первым выберешь. Вареники ели вареники. Подожди. И? И кто у тебя? Кто? А я не знаю. Нет вообще ни одного желающего от базовой церкви представить. Базовая церковь. Почему-то как-то была базовая церковь. Хорошо, давайте так. Надо брать все в свои руки. И вообще вызывать людей. Мне вот нравится, как Таня смеется над нашими шутками. Да, вот мне тоже нравится. Тань, Татьяна, можно тебя? Давайте поддерживаем Таню. Татьяна Ледяева. Прошу на сцену. Больше, больше, больше аплодисментов. Вот у Татьяны Ледяевой она поднимается. Красный элемент присутствует. Посмотрите, какой замечательный элемент у Татьяны. Красная сумочка. Соблюми правила. Прекрасно. Дальше что у нас? Давай центровая церковь. Центровая церковь. Виктория. Виктория. Прямо вот так вот сразу сходу. Виктория. Это не просто так. Добро пожаловать на сцену. Прошу вас на сцену, Виктория. Все ждут. Аплодисменты. Отлично. Дальше. Дальше. Давай Кингаракс. Куда без Кингаракс? Кингаракс. А есть желающие от церкви Кингаракс? Кто из вас смелый? Смотри, идет желающий. Идет. Вот смотрите. Вот как надо. С красным элементом, смотри. И зеленый элемент на самой верхушке. Как звезда на елке. Отлично. Браво. Так, может познакомимся? Алексей? Евгений. Евгений. Аплодисменты Евгению. Это первый смелый человек, который вызвался сам. У нас только что нас поздравляла церковь Плявники. Да, желающие от церкви Плявники есть? Кто? Давайте продолжим. И так смело-смело на одной волне все будем по очереди выходить. Церковь Плявники. Кто от вас? Идет. Аплодисменты. Отлично. Поддерживаем. Красный элемент также присутствует. Вы можете стать с этой стороны. Да, пожалуйста. Вы будете уже немножко другая команда. Отлично. Дальше. Плявники есть. Кто у нас остался? Саркандаугова. Саркандаугова. Я уже знаю, кто пойдет. Да? Да. И кто же? Кто? Римас. Все тут... Нам тут под... Римас. А он уже пел. Давайте этим ругим. Кто еще может быть? Смотри, как сидит красиво, хлопает и поддерживает. Пастор. Пастор. Пожалуйста. Мы вас очень просим на сцену. Давайте поддержим. Пастор Саркандаугов. Владимир Строков. Добро пожаловать. Вы можете с этой стороны. С этой стороны. И кто еще остался? Кристос Узвара. Кристос Узвара. Есть. Смотри, очень быстро. Как замечательно. Аплодисменты. Красный элемент. И еще тоже... Это больше бортовый элемент, но все равно засчитано. И еще у нас есть... Ну, куда можно... Не обделим же. Церковь Югла. Нет, конечно, не обделим. Да? Церковь Югла. Есть желающие? Есть желающие. Отлично. Замечательно. Ваши аплодисменты. Больше. Вы какие-то... Ну, что с вами такое? Давай мы тогда еще раз зал познакомим со всеми. Давай, Леш, ты начнешь оттуда, я начну отсюда. Давай. Такс. Представимся. Представитель базовой церкви. Да? Я представитель вселенской новопоколенской церкви. Аллилуйя! На этом вечере, пожалуйста, будь базовой, пожалуйста. Леш, Леш, теперь я. Да? Ну, мы потом поделим вас так, что будет единство. Да. Давай. Пожалуйста, представьтесь. Владимир Плявники. Отлично. Владимир Плявники. Коротко и четко. Идем. История. Это фамилия. Представитель. Просто представитель. Да? Будем как центровая. Будем как центровая. Будем как центровая. Представительная Виктория. Тоже сойдет. Отлично. Дальше. Можно аплодировать? Не стесняйтесь. Не стесняйтесь. Что вы. Владимир Саркандалговый, Весмилграйз и прочее. Владимир Саркандалговый и прочее. Дальше. Кингаракс, Кингаракс. Это когда церковь становится частью тебя уже. Это новый уровень духовности. Крещение Духом Святым происходит именно так. Пожалуйста. Юлия нового поколения Югла. Отлично. Аплодисменты. Итак. Давай мы объясним сейчас правила тогда нашего конкурса. Хорошо. Мы же не рассказали. Самые-самые-самые простые правила этого конкурса. Я думаю, каждый из вас любит петь. Либо в душе, либо когда в машине. Все любят петь. Да? О, да. Но здесь мы сделаем это немножко по-хитрому. В этой прекрасной шапочке, которую мы взяли у маленького мальчика. Не рассказывай никому. Есть звуки. К примеру, это будет му-му, пых-пых и так далее. Мяу-мяу. Вам на экране будет высвечиваться песня. Одна песня. А мы его сейчас повернем. Ничего страшного. Вам на экране будет высвечиваться песня. И одному участнику также она будет показана. Задача участника — напеть эту песню с тем звуком, который ему попадется в этой прекрасной красной шапочке. Да, не используя слов. Это главное, наверное, наше будет условие. Ну, правила понятны? Примерно. Всем понятно. Задача остальных участников — угадать, что за песня. Тогда давай мы две команды — левая, правая. Каждый играет за свою церковь. Даже так, да? Хорошо. То есть у нас здесь семь команд. Да, семь команд. Да, и тогда двой зал будет именно той церкви помогать. В принципе, мы можем это сделать так, да. Но если что, мы просто будем передавать микрофон. Хорошо. Хорошо? Правила всем понятны. Это будет весело. Дорогие участники, вас немножко назад попрошу. Мы, в принципе, можем выбрать первого участника. Кто будет самый-самый-самый первый? Самый смелый. Замечательная идея — петь в этот микрофон. Теперь нам нужно вывести песню на экран. Мы попросим нашу замечательную Кристину. Кристина, ты можешь использовать это с «Молодежного вечера». А какой звук у меня будет? А какой звук? Леша, ты можешь передать шапку. Мы берем один звук. Отлично. Песню все видят на экранах, как она называется. А я буду знать, что ты будешь? Да, да, да. Подойди сюда, Татьяна. Леша, ты можешь подсказать. Вы можете посмотреть. Ну, или ты мог подсказать, Леша. Ваша задача также угадывать. И, конечно же, зала. Звук мне, пожалуйста. Леша, а... Я не могу понять, кто за меня болеет? Я. Все болеют. Все. Болеют за тебя, Татьяну. Все. А, вы должны угадать. Какие варианты? Может помогать на певаре. Есть какие-то варианты. Виктор, Виктория. Смотри, там есть варианты. Самое главное. Хрю-хрю-хрю. Главное словами ее сказать. Хрю-хрю-хрю-хрю. Я на солнышке. Это неправильный вариант. Так, еще раз. Нет, не тот. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Уже движения пошли. А на английском? Я не знаю, на английском. Там почти хрю, только на английском. Почти хрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю. Нет, не Мэри Критнес. Хрю-хрю-хрю на английском с Рождеством? Ну, а как примерно звучат? Давай, так. Я не пью еще тоннели, да. Ни у кого нет вариантов? Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Чувствуя себя нюхрю. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Есть варианты у участников. Ладно, давай, я показываю. А, нет, ну если ты не знаешь английского смысла. Может быть, помочь зала попросим? Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Давайте на русском. На русском песне. Давайте еще одну песню, да? Дадим еще один шанс. Это была «Let it snow» песня называлась. «Let it snow, let it snow, let it snow». Можем поаплодировать. Аплодисменты. А это типа «Нок и снег». Да, да. Ну, в принципе, было понятно. Для тех, кто знает, что это за песня. Ну, попробуем. Татьяна, еще один. Нет, давай следующий. Вот один все. Пусть кто-нибудь еще похрюкает. Хорошо. Место у микрофона свободно. Кто будет следующим? Следующий смельчак. Давай. Виктория. Виктория. Я тоже на английском помяукаю. Без проблем. Один звук вам. А, нужное? Да. Каждому свой звук. Вы все индивидуальность. Хрюкать все не будут. И кидаем обратно. Виктория. Вы можете посмотреть на экран. Песня на экране. Вот экран. Вот экран. Хорошо, я подскажу тогда песню. Вот экраны, и тут все видно. Ага, не знаю, ничего страшного. Кристин, можно следующий? Следующий слайд. Другой. Вот это. А, Кристин, можешь включить какой-нибудь на русском? У нас есть на русском? Есть у нас на русском. Я точно знаю, что есть. О, идеально. Какой вариант. Знаешь. Просто прекрасно. Отлично. Аплодисменты Виктория. Вот это будет интересно. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря. У тебя есть и на русском. Есть. Отлично. Итак, базовая церковь и центровая по одному пункту. Дима Билан. Дима Билан, я просто люблю тебя. Хорошо, Алёш, я предлагаю с этой стороны уже позвать. Можем, конечно. Мужчины. Смешать из вас, кто будет первый. Аплодисменты. Так, звук. И смотрим, какая песня будет на экране. Вы можете подойти посмотреть следующую песню, которую нам выводит Кристина. Желательно на русском. Очень желательно. Ого! Мне кажется, её здесь никто не знает, эту песню. Даже я её не знаю. Ну что ж ты так... У нас ещё есть песни на русском, Кристин? Вот, отличная песня. Вот это все знают. Это мне, пожалуйста. Это мне. Микрофон ваш, сцена ваша. Аплодисменты ваши. Давай! За рубежа! Должно приготовиться. Не созвучно с моим голосом. Кря, 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 кря. А, нам второй раз попался кря-кря. Ничего страшного. Ну хоть не хрю. Уже не хрю, уже хорошо. Кря, 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 кря. Хорошая песня подсказывает Ингаракс. Алексей, был вариант правильный. Белые розы. Это белые розы. Браво. Кря-кря-кря-кря. Отлично. Хорошо. Дальше. Кто следующий? Мужчины. Это экстрасенсорико у меня. Кто? Это пророческий, да. Отлично. Кен Гаракс с ножками на голове. Кен Гараксу. Это... Я извиняюсь. Эта композиция мне напоминает, как Санта-Клаус застрял в трубе. В дымоходе, Леш. В дымоходе, да. Прошу прощения. А вот эту песню я исполнял на молодежном вечере. Замечательная песня. Не знаете. Как так? Хорошо. Может, включить... А вот это знаю. Отлично. Звук мне, пожалуйста. Не ровни, пожалуйста, красную шапку детей. Гав-гав. Все, можно лаять? Пожалуйста. Можно. Сцена ваша. Гав-гав-гав-гав-гав. Отлично! Браво! Вика! Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Новый год! Отлично! Дополнительный... Браво! Да, да, да. Виктория угадала, была первая. Это было лучшее исполнение. А теперь дополнительный вопрос к залу. Вот ваша задача теперь угадать, что за порода это была? Ладно, я шучу. Отличная шутка, Леша. Нам нужен следующий участник. Юла. Пожалуйста. Юля. Кристина, ты можешь пока выводить следующую песню? Конечно. Отлично. Я могу подсказать, чтобы не идти ближе к миру. Такс. Смотрим на экран. Следующую, пожалуйста. Кто почему-то не знает эту песню? А вот эту, я думаю, знаете. А вот эту? Международную, знаю какую-нибудь. Нет, нет. Сейчас, сейчас будет. Пока что, пока что лидирует Центровая церковь с счетом 2-1 для базовой церкви. Центровая церковь, да. А у нас еще есть варианты? Кто-то вообще не слушает русские песни. Вот отличная песня. Сейчас. Да. Она не русская, но я думаю, все ее знают. Да? Это интернациональная песня, Леша. Извините, латышский народ. Айфон 7. Извиняюсь. Егерин — лаунти с песнями. Есть. Браво. Аплодисменты. Отлично. У нас осталось двое участников. Двое участников, которые не были. Мужчины, пожалуйста. Прошу, вытягивайте свой звук. Язэп... Найди свой звук. Найди свой голос. Вот это будет интересно. Так, песня на экране у нас. Поистине, очень в тему песня. Язов, знаете эту песню? Мне её напеть? Алиса работает личным ассистентом для наших музыкантов. Аплодисменты. Сцена ваша. Я уже забыл. Мы верим в вас. Спасибо. Я тут один. Самый лучший день! Хотя у нас самый лучший день! Вот это сразу видно. Отлично. Музыкальный слух. Владимир, ваша очередь. Так, песня, я думаю, можно ту, что никто не угадал. Отлично. Тут особый заказ на классический марш, если у нас такой есть. Классический марш? Классический марш. Можно классический фарш. Я думаю, это будет отличный классический марш. Не знаю. Владимир, вам подходит такой классический марш? Давайте другую, хорошо. Давайте, да. Отличная песня. Я заберу звук. Сейчас спою. Му-му-му. 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 Ужал посветный, ваша очередь. Нет, нет. Му-му-му-му-му. Миллионы, миллионы, миллионы алых роз. Аплодисменты. Нет, не были. Белые розы были, а алых еще не было. Алые больше в схеме нашего вечера. Итак, у нас ничья получается. Еще один круг? Еще один круг. Друзья, еще один круг? Зал хочет еще один круг? Да. Все хотят. Да, да, да. Все, вы на сцене. Вы отсюда никуда уже не уйдете. Так, я так... Да, кто у нас получается лидирует? Лидирует у нас получается... База, центр. Базовая церковь, центр и кенгаракс. С застрявшим Санта-Клаусом. Ну, я думаю, стоит оставить Саркандаугову. Это му-му-му было прекрасно. Хорошо, Санта-Саркандаугова также участвует. Да, все остальные спасибо вам большое. Вы можете спускаться. Это будет финал. Да, итак, финал просто. Голос церкви. Это голос церкви. Церковь. Отлично. Итак, кто из вас будет первым? Татьяна. Аплодисменты Татьяне. Представитель базовой церкви. Это даже будет не смешно, если опять будет хрю. Ну ладно. Отличная песня. Мы поменяем. Угадайте, это хрю-хрю. Не забежайте. Давай другой, да? Так как угодно. Давай. Отец вещает, да, что не будет. Ну, я давай, ладно, все. Что петь надо? Хорошо. Давайте тогда посмотрим. Давайте русскую. Зал просит русскую. Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю. Желательно название. И потом. Я хрю-хрю. Нет, тогда надо название сказать. Да, желательно название. Название не «Титани». Что-то там любовь. На помощь зала. Давайте вместе. Это название не «Титаник». Да, да. И главная фраза. У Санта Клауса прекрасно английский. Но в принципе. Хорошо, мы сосчитаем это, потому что она была исполнена просто великолепно. Называется «My heart will go on». Спасибо, Алексей. Да, очень-очень-очень просят. Не на английском. А давай мы будем просто подсказывать. Нет, там же были какие-то песни, которые… Алексей. Включайте ее. Ветер северный. Так, хорошо, следующий. Отличная песня. Звук. Сейчас будет интересно. Это нахуй. Еще одна ночка для Кенга Рокса. Да? Саркан Даукова была быстрее? Он тихо стоял говорить. Хорошо, мы тогда засчитываем Владимира, потому что он был быстрее, впервые. Ну забирайте, забирайте. Говорят, что русские закончились, да? Лёш, ну мы можем просто ведь на ухо говорить какое-то название песни русской. Хорошо. Давай, придумай. Первое. Для всех интрига. Вообще бомба. Да, тогда Владимир, Алиса назовёт вам песню русскую песню. Не-не, хорошо, давайте сделаем так. Алиса просто назовёт одну русскую песню для Владимира. И в этот момент я забыла все русские песни. Это хорошая мысль. Давайте. Тут разные варианты уже пошли. Потому что я забыла все русские песни. Ну, давай назовём. Какого исполнителя? Вот зал, помогите нам с исполнителем, а дальше мы уже сами. Пугачёву. Алла Пугачёва. Алла Пугачёва. Я назову, хорошо. Есть. А теперь будет интрига для всех. Атмосфера в зале накаляется. Кря-кря-кря. 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 Еще раз. Мелодию поймаю. Я не могу. Не ловится мелодия. Давайте поддержим аплодисментами. Кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кря-кр — Пугачёва. — Титаник, Титаник, да, папа Пугачёва, Титаник. — Ладно, это уже было сложно. Это была «Орликина». — А я бы сказал, не так раз. — Ну, было близко. — Да, было очень близко. — Пасторонька, добро пожаловать! — Пасторонька, давайте вы вспомните! — Мы вас просим! — Хорошо, что мы делаем? — У меня есть песня, я вспомнила песню. — Кто у нас? — Ещё одну играем? — Да! Зал просит! — А мы считаем? — Мы считаем. — Вы считаете? — Да. — Эта песня засчиталась? — Эта песня засчиталась? — Нет, это нет. — Что, я не угадал, что Талла Пугачёва? — Нет, назову. — Так, Алиса, тогда назови одну песню для... — И весь зал замер в ожидании. — Я забыла. — Алиса... — Сейчас будет интрига для всех, даже для меня. — Я не знаю, был ли у нас такой звук. — Ква-ква. — Такой был, да. — Ква-ква-ква-ква-ква! — Ква-ква-ква-ква-ква-ква! — Я гоню вода на... — Правильно, правильно. Это Филипп Киркоров. — Аплодисменты! — Ну что? — Ну в этом раз у нас снова ничья. В принципе, потому что у нас есть одну очко для Кингаракса, одну очко для Центра и одну очко для Саркандауговой. — Суперфинал! — Я просто предлагаю, победила дружба! — Ну я думаю, в этот раз победила дружба! — Аплодисменты участникам! — Спасибо вам большое, это было просто великолепно! — Я просто сейчас спустился в зал, послушал ваш стендап, и мне напомнили еще одну шутку с позапрошлого года. Жена говорит мужу, давай заведем ребенка. Муж сидит, думает, думает. Жена спрашивает, что ты так долго думаешь? — Подожди, по крайней мере, только нижняя часть «за». — Хорошо. — Я не умею рассказывать, наверное. — Нет, просто шутка, не очень. — Спасибо большое. Владимир, это ваше. — Хорошо, Алёш, пока ты учишься шутить. Мы проведем... Ничего личного. — Ну зачем на сцене-то? Хорошо. — Лучше так. — Давай продолжим программу лучше. — Да, лучше мы продолжим программу. Это будет отличная идея. Первый раз, что ты умный за этот вечер. — Хватит. — Все-все, ладно. Смотри. Сейчас, так как у нас такая была разминка, мы разминулись телом и прохли до сцены и обратно. Сейчас нам нужно размять наш, так сказать, мозг и логику. — Ты хочешь сделать еще один конкурс? — Я хочу сделать еще один конкурс. — Еще один конкурс? — Прям пророчески, да. — Для этого, извини, пожалуйста, мне нужен один мужчина, который поможет мне убрать эту кафедру. А то такой прям стоишь и, знаешь, хочется прям сказать все. — Пожалуйста, унесите от Леши кафедру. Кто-нибудь может тут помочь? — Один мужчина, пожалуйста. — Смотри, уже двое. — Сразу двое. — Спасибо вам большое. — Спасибо, аплодисменты. — Спасибо. — Хорошо, смотри, нам снова нужны команды, да? — В этот раз мы поделим не на 7 команд, да? — Поменьше. — По 6. — Ага, 6. — Но по 2 человека. — По 2 человека. — Или можно просто людей набрать? — Давай просто 2 команды. — Хорошо. Сколько нам человек нужно всего? Давай 6 человек. — То есть в каждой команде по 3 человека. И первое, что нам нужно, это ваши руки с желающими людьми, кто хочет быть на сцене. — Ну, в общем, как обычно. — Да. — Давай выбирать самим. Итак, смотри, я вижу уже желающих. Желающий спрятался за стул. — Что? — Первое, вот, 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 нам тут тыкают, тыкают. — Она так руку тянет. Мама, выходи, я знала твой звездный час. — Аплодисменты. — Аплодисменты, Светлана. — Светлана Кравцун. — Мы все ждем, Светлана, мы вас видим. Добро пожаловать. — Прошу вас, Светлана. — Добро пожаловать на сцену. — Прошу вас, Светлана. — Мама, ты не одна. — Я тоже тут. — Да, Светлана. — Я угрожаю дома. — Интересно, что будет, да, когда ты вернешься домой. — Это не очень интересно. — Ну, я знаю то, что я необделенный. — Ты необделенный? — Слава Богу, у меня есть тоже мама. — У-ху-ху! — Оксана, добро пожаловать тоже. — Оксана, просим вас на сцену. Знаешь, что я думаю? Нас очень просили их не вызывать. — Кого? — Но мы их вызовем. — Кого? — Кого-кого? — Молодых. — Молодых? — Энергичных. — Смотри, вот там видишь такой рядочек около стеночки сидит? — Ага. — Да, да, да. — Я вижу желающих. — Она прям смотрит в телефон. — Она прям смотрит в телефон. — Ксения полая! — Пожалуйста, добро пожаловать! — А на сцену мы вас просим. — Аплодисменты. — И такие вялые аплодисменты. — Ну что ж вы. — Вроде поели. — Вроде поели, вроде посмеялись. Что еще для жизни надо, да? Хорошо. — Я тебе потом расскажу, что еще. — Это... — Смотри, три женщины у нас, девушки, прекрасные есть. Нужно еще трое мужчин. — Трое мужчин. — Трое мужчин. — Трое смелых мужчин. — Смелых, энергичных и главное с чувством юмора. У нас вся церковь такая. — Артур Тадедашвили, добро пожаловать! — Ну давайте побольше. — А кто на галерке сидит? — Добро пожаловать. — Спасибо, что вы с нами. — На галерке. — Ты видишь, что вы на галерке с мужчин там? — Нет, не вижу. — О, смотри, нам даже включили. — Спасибо. — Какая прелесть. — Я вижу, как они все убегают. — Да ладно, тогда галерку мы трогать не будем. — Ты думаешь? — Я думаю. — Хорошо, галерку мы не будем трогать. — Давай. Может, первый ряд затронем? — Первый ряд. — С пастором Ольгой сидит рядом. — Он хочет. — Василий! — Василий! — Василий! — Василий! — Я вспоминаю тот детский мультик с попугаем. — Да-да, с попугайчиком. — Василий! — С пастором Ольгой так сидит. — Такой красивый, такой замечательный, такой улыбающийся. — Сергей! — Мы просим вас! — Добро пожаловать! — Отличные команды у нас получились. — Прекрасные, я считаю, просто прекрасные. — Я прям в восторге. — Мы потом можем на молодежку тоже не приходить. — А как ты думаешь, кто победит, мальчики или девочки? — Конечно, девочки. — Девочки. А я за мальчиков. — Мальчики, вы готовы поддерживать мальчиков? — Девушки, вы готовы поддерживать прекрасную половину женщин? — Видал? — Видал? — Вот так вот. — И что, мы еще выдумываемся. — Это все говорим. — Хорошо. А теперь объясним правила. — Итак, правила простые. Нам нужно будет, наверное, чуть-чуть повернуть телевизоры. Это будет возможно? — Я думаю, мы можем просто спуститься все пониже. — Да, пониже. — Потому что вам в этот раз пригодятся телевизоры. — Вы можете спуститься чуть-чуть пониже, дорогие дамы. Если вы любите смотреть телевизор, то вы думали, каждый из вас на ТНТ видел такую программу, называется «Где логика?» А логики, вот, мы сыграем абсолютно такую же игру. — Именно так. — То есть будет сначала… — Смотрите. Ваша задача на экранах телевизоров будет три картинки. И ваша задача — кто быстрее понять, что же у них общее, что их объединяет. Эти три картинки, которые вы увидите на экранах. И кто быстрее поймет, тот и поднимает руку. И это будут или дамы, или мужчины. Если вам нужна подсказка, вы можете просто говорить «Красавица, помоги!» И я тут как тут, я вам помогу. — Ну что, мы готовы? — Подожди. Главное правило для участников — мы не кричим, не выкрикиваем, мы поднимаем руку. — Да, это очень важно. — Как в школе. Только тот, кто поднял руку, отвечает. Очень даже интересно. Я стану поближе, чтобы слышать ответ. — Хорошо. — Итак, мы можем вводить первый слайд. Итак, что общего у этих трех картинок? — Так, есть, есть рука. — Очень главное задание — это объяснить почему и какое-то слово их объединяет. Одно слово. — Все звезды. — Нет, это неправильный вопрос. Дамы? — Много врут? — Нет, неправильно. — А при чем это флаг Америки? — В принципе, сложно сказать, что это неправильный ответ. Но есть еще одна общая. — Все дело в шляпе. — Нет. — Дамы, варианты? — Я думаю, может объяснить, что это барон Мюнхгаузен, незнайка и Америка. — Флаг Соединенных Штатов Америки. — Фантазии. — У нее это не фантазия. — Фантазии. — Нет, не фантазии. — Чтобы взять подсказку, всего лишь нужно сказать «красавица, помоги». — Сказал «иди сюда», сказала мама, но мужчины… — Хорошо, я помогаю всем. Это подсказка. Смотрите. Кто такой Незнайка? Это маленький человечек. — Так. — Полет на Луну. — Какое слово? — Полет на Луну. — Луна. — Почему Луна? — Мюнхгаузен летел, вы его выстреливали из пушки, он летел на ядре на Луну. Незнайка была путешествия на Луну, и первые, кто высадился на Луну, это были американские… — Аплодисменты. — Просто 1-0 в пользу прекрасным. — Это все потому, что поддерживают хорошо. — Аплодисменты. Я думаю, дальше будет понятненько. — Хорошо, мы чуть-чуть разогреем. — А подсказка всем, мы же… — Это такой хитроварный план для… — Это план дам. — Хорошо, мы можем следующий… — Давай так, давай, чтобы было честно. Красавчик для меня, я буду помогать мужчинам, красавица для тебя, ты будешь помогать прекрасным дамам. — Ладно, ладно, хорошо. — Да, наоборот, Леша. — Давай наоборот. — Тебя зовут дама, меня зовут. — Ой, 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 ой. — Смотрите, давайте там, следующий слайд. Что же общего у этих трех картинок? — Тишина повисла в зале. — Та-ра-та-ра-та-ра. — А я, кстати, это быстро отгадала. — Ну что, у кого есть варианты? — Можно пока музыку на фоне так тихо пустить. — А, рассуждения, кстати, да, мы можем… — Микрофон будет у участников. — Да, мы поднимать руку и просто рассуждать о картинках можно тоже. — Подскажем, и они подскажем. — Ну что, так не работает. — Теперь нужно порассуждать, а потом я помогу. — Можете вслух порассуждать. — Да мы уже порассуждали. У нас все сходится. Ласточка, только вот киви причем тут. — Хорошо. — Что ласточка? — Что это? — Волга. — Это не Волга. — Нет, это Волга. — Нет, это Волга. — Нет, это Волга. — Нет. — Автомобиль. — Чайка. — Хорошо, чайка. — Киви. — При чем тут киви? — Чайки любят киви. — Так, есть, есть вариант. — Может, птица? — Почему? — Ну, киви, птица. Это птица. Ласточка, ласточка, ласточка. И та чайка. — Аплодисменты. — Аплодисменты просто. — Аплодисменты. Это знаете, что это показывает? То, что поддержка очень важна. — А еще говорят, что у женщин логики нету. А вот и логика. — Теперь понятно, почему не раньше включили, вкусили от плода познания добра и зла. — Хорошо, 2-0 в пользу дам. — Дам. — Аплодисменты дамам. — Это честно. — Отлично, давайте следующий. — Смотрите, что у нас на первой картинке? — Кенгуру. — Вторая картинка — это что? — Это не просто памятник, это в каком-то городе. — Вам подсказывают. — Одесса. — Одесса. — И третья картинка. — Есть рука. — Одесса — это мама. — Слово «мама». — Мама кенгуру в сумочке носит. — Дюк — это Одесса мама. — И мама моет раму. — Что бы ни было, я действительно стоял здесь. — Здесь тут сначала Светлана подняла. — Я честно видел просто то, что она подняла руку. — В этом, в этом. — Спасибо, паста. — Прямо же приятно на душе. — Меня как-то обделили. — Ну ладно. — Хорошо, давайте четвертый слайд. — Что же тут такое? — Подожди, подожди, подожди. — Да? — Тут смотри. — Хорошо, ладно, неважно. — Пропустим, но, пожалуйста, зал. — Давайте дальше, смотрите. — Если вы придумали что-то... — На первой картинке у нас сыр и масло. — Бутерброд — это не то. — Я это не помню. — Ох, Леша, Леша. — Может быть, в зале есть варианты, это тоже. — Думаю. — Так как у нас команды «Мужчины против дам», если у вас есть вариант, вы также можете поднять руку, выйти к сцене и озвучить... — И озвучить свой ответ. — У вас есть подсказка. Я прям жду. — Зал не подсказывает. — Меня попросили помочь. — Я не могу, когда тебя зовут красавица. — Хорошо, смотрите. — Не в микрофон. — Давай. — Я вам. — Я вам. —.. — у нас есть ответ есть ответа живет как в сыр в масле по сути живет на широкую ногу и жить припеваючи вот так вот вот правильно потому что мы искали логику одно слово в этих трех картинках здесь пословица зашифрованы общее слово жить но мужчины были первые они сказали это поэтому 31 ваши аплодисменты я я очень извиняюсь можно особые аплодисменты красавицы потому что все вот эти то что вы видите это ее труд она нашла только мой еще и кристины особые аплодисменты красавица хорошо у нас есть еще пять слайдов я думаю дадим возможность другим да давайте следующий спасибо этим аплодисменты спасибо вам очки мы оставляем на что команды у нас остаются дамы против мужчин есть еще желающий проверить свою логику и доказать женщины прошу пожалуйста давайте нам нужно три дамы и три мужчины такс такс все смотри смотри вот смотри уже двое бегут уже две дамы мужчины нам нужно три мужчины 3 мужчины 3 мужчины смотри видишь там стенка такая красивая красную старт добрый день добрый вечер добрый вечер представьтесь пожалуйста кристина кенкера очень приятноARS там около стенке титова мужчины их уже можно как бы взять взять за давайте возьмем добро пожаловать ваши аплодисменты все вечер и аплодисменты вы можете стать с этой стороны да понимаешь вот только что была пословица катается как сыр в масле вот все так как это покатались как сыр в масле сейчас сидят отдыхают лишь ты еще не научился шутить добрый вечер представьтесь пожалуйста олег очень приятно олег айворс очень приятно так нам нужен третий мужчина и третья дама нам нужно так смотри вот нам тыкают икут икут молоденькую девушку добро пожаловать любая пожалуйста на сцену подборные аплодисменты так и третий мужчина знаешь что я предлагаю смотри видишь вот тот вот тот вот этот угол да а вижу вижу ты снова хочешь молоденьких да давай давай я вот вижу одного красивого парня в бабочке с пиджаком в белой рубашке сидит смотрит в телефон александр лианый пожалуйста это будет интересно это просто семейная так передается да 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 у нас получается уже как это не забыл и не вспоминали был папа теперь сын да я думаю преемственность поколений именно так смотрите правила те же самые правила не меняется кристина ты можешь включать следующий слайд есть вариант есть вариант слушаем куда куда посылает караганду где взяли капусте и откуда знаешь от верблюда ну почти но не совсем так но не совсем почти очень близко у вас есть варианты ну как вот смотрите задают вопрос и какой ответ на него капусте нет 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 почему от верблюда от верблюда правильно мужчины были первее смотрите аку так от объясни пожалуйста всем потому что здесь даже я так потерял логику да когда вы спрашиваете это называется дурацкие ответы где в караганде почему пока чину и откуда от верблюда вот так вот будет но вот поэтому мужчины были первее им один пункт аплодисменты то есть два два знаешь знаешь что мне интереснее всего наблюдать буквально вот были другие команды да тут тут сидит Владимир такой была подсказка и на жену показывает была подсказка Ольга сидит говорит женщины были первые женщины Алексей спокойно успокойся все хорошо мне нравится как вы поддерживаете друг друга замечательно хорошо следующий слайд аварийное стекло первое а в автобусе да да тут будет одно слово сейчас второе у нас есть ответ выдавить выдавить да почему что почему объясни картинку выбить стекло выдавить пасту слезу но выдавить хорошо правильно это правильный ответ выдавить да хорошо и у нас есть еще слайд первая картинка это казарма это фуникулер фуникулер хорошо на нас есть ответ тоже ну да мы готовы поднимали смотри держит руку лёша ты не внимательно подъем хорошо подъем да почему подъем с утра рота подъем подъем стопы и подъем на фуникулеры правильно это правильно отлично и последний слайд так есть а мы готовы это будет маска сварочная маска карнавальная маска и огуречная правильно просто у нас получается 5 3 5 3 5 3 и конечно же неизменно победили дамы аплодисменты еще спасибо вам а у нас есть еще один у нас есть еще одна есть еще одна вторая картинка это стакан с водой если у вас есть ответ сразу поднимайте руку если нужна помощь кричите красавчик или красавица помоги пастор ольга поддерживает строительного зала у тебя есть вариант лишь конечно у меня есть вариант я знаю но поэтому всегда могу помочь если нужно да я тоже ну давай посидим подождем это уже чуточку сложнее тебе не кажется но это хорошо красавчик помоги красавчик помоги это так не работает алиса подсказка есть так есть вариант заряженный телефон заряженный телефон так заряженная вода и заряженное ружье правильно заряженное аплодисменты аплодисменты здесь без вариантов выигрывают дамы ваши аплодисменты большие аплодисменты мужчины спасибо вам большое я пожелу вашу руку вы старались вы молодцы спасибо большое еще раз аплодисменты вы можете спускаться спасибо ну я думаю всем доказали что женская логика она как бы что она существует женская логика существует в этом никто не сомневался Леша можно усомниться в этом утверждении хорошо давай еще что у нас по программе по программе у нас как говорится с миром божьим по домам нет на самом деле на самом деле наша такая как развлекательная программа закончилась она подошла к концу мы благодарим вас что вы были с нами правда это был просто прекрасный вечер я думаю можете поаплодировать сами себе спасибо вам большое с рождеством с миром божьим по домам вы можете общаться дальше пить кофе там есть сладкое спасибо вам еще раз и с рождеством я хочу друзья перед тем как мы будем уходить давайте подарим огромные аплодисменты нашим ведущим сегодня на самом деле Алиса впервые в микрофон что-либо вела поэтому ты справилась потрясающе Леша тебе тоже спасибо у тебя это не впервой спасибо